1 сентября учеников майской гимназии ждал двойной праздник. В День знаний состоялась торжественная линейка, прозвенел первый звонок и открылся новый учебный корпус для младших школьников. Это была мечта родителей, детей и педагогов. Мы рады, что открыли там новую школу, потому что, честно говоря, грозило нам учиться во вторую семену. Мы там присутствовали уже на уборке, там такие классы, просторные, хорошие. Ты была сегодня, да, там как? Понравилось тебе? Да, там очень хорошо. В такой школе хотел бы учиться каждый. Новые просторные классы, удобные парты, светлые деревянные окна, широкие коридоры, оборудованные под рекреационные зоны. Санузлы с санитайзерами, чтобы дети могли следить за чистотой рук. Спортивный зал с душевыми кабинами – это было обязательное условие проекта. Актовый зал с высокотехнологичной ораторской трибуной. Таким современным оборудованием может похвастаться не каждое учебное заведение. Ну и, конечно же, гордость нового корпуса, оснащенная по последним требованиям столовая, где для школьников уже приготовили первый завтрак. В архитектуре использованы некоторые новшества. Здесь использовано несколько видов материалов в отделке фасадов – и стекло, и кирпич, и металлокассеты. Кроме того, эта школа размещена очень компактно на небольшом участке земли. Надо было разместить всё и в то же время соблюсти все нормы. Всё это удалось сделать. Отдельно хочется отметить необычное для Белгорода решение – оборудовать площадку для уроков на открытом воздухе на крыше здания. Высокие парапетные ограждения обеспечат безопасность ребят при проведении занятий. Во дворе гимназии также оборудована новая детская площадка, о которой, по словам школьников, они мечтали уже очень давно. Сегодня мы строим школу ещё одну. Это в Белгородском районе тоже школа, в селе Крутой Лог. Эта школа строится по шведскому проекту, по очень интересному проекту. Но я думаю, что через год мы её с вами увидим. В новом учебном корпусе майской гимназии сядут за парты 500 учеников. Благодаря этому все школьники смогут заниматься в первую смену, а вторую половину дня посвятить занятиям в спортивных и творческих кружках и секциях. В гимназии каждый найдёт занятия по душе, а строительная компания ЖБК-1 займётся новым проектом, чтобы снова 1 сентября исполнить уже новую мечту детей и педагогов в другой, новой школе.